Силы обороны Украины удерживают плацдармы на левопережье Днепра в Херсонской области. ВСО отразили две атаки российских оккупантов в районе села Крымки, сообщает Генштаб вооруженных сил Украины. На Лиманском направлении украинские войска успешно отбили российские штурмы в районе Грековки, Невского, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области. Противник также пытался наступать в районе Сенковки, Глубокого и Волчанско-Харьковской области. В Харьковской области противник не достиг и не выполнил ни одной своей задачи, они даже не подошли к основным линиям обороны украинских вооруженных сил. Они пытались создать санитарную зону, но это не удалось. То есть сейчас мы проводим стабилизационные действия. В Волчанском украинские защитники уничтожили российскую пехоту и технику, в том числе бронемашину «Тигр». На Бахмутском направлении ликвидировали личный состав противника, грузовики и пушки. А пограничники показали, как в Серебрянском лесу бойцы бригады «Помста» ударными дронами уничтожили позиции российских захватчиков. Всего с начала суток на передовой произошло более 90 боев. Больше всего российских штурмов, 26, силу обороны отбили на Покровском направлении. Обстановка на Покровском направлении остается сложной. Противник, ставя целью прорыв нашей обороны, в очередной раз провел замену ударных частей. Штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность и продолжил наступательные действия. Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами FPV дронов. Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и дополнительного количества боеприпасов и огневых средств. На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась. Вместе с тем, линия активного фронта увеличилась. Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины. Из сообщения Генерального штаба ВСУ в Facebook. Перспективы россиян наступать по всем направлениям нет, говорят военные эксперты. Жест отчаяния, по-моему, когда они в лобовую пошли уже на Торецк. Сами понимаете, что такое атаковать за благовременно подготовленный укрепрайон. К каким потерям это приводит. Говорит о том, что, в общем-то, они сейчас сконцентрировались именно на этой задаче. Потому что на других направлениях мы не видим такого массового сосредоточения войск, которое говорило бы о возможностях противника осуществить какой-то глубокий охват. Общие потери армии страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения уже превысили 545 тысяч человек. За сутки было ликвидировано 1280 российских солдат, уничтожено 8 танков, 16 бронемашин, 56 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники россиян. Субтитры создавал DimaTorzok